Мы смотрим на звезду 5696, более известную астрономом под названием HD 214850AD. Это двоюродная сестра Солнца, удалённая от нас на расстоянии 107 световых лет. Впервые у нас появились технологии, которые помогут ответить на вопрос, тысячелетиями интересовавший человечество. Система обнаружила сигнал, который показался нам необычным. Возможно, это сигнал неземной цивилизации. Начинаешь волноваться, понимая, как круто может измениться наша жизнь. Есть ли жизнь среди миллиардов звёзд во Вселенной? Небольшая группа астрономов занимается поиском признаков жизни в необъятном космосе. Сет Шосток – один из них. Наша работа интересна тем, что повезти тебе может в любой момент, а может не повезти никогда. Возможно, это случится даже сегодня вечером. Один миг, и мы установим контакт с другой цивилизацией. Два раза в год Сет со своими коллегами отправляется к матери всех радиотелескопов – гигантской обсерватории Варисибо в Пуэрто-Рико. Я очень люблю смотреть научно-фантастические фильмы. Когда мне было лет 9-10, я их все пересмотрел, хотя многие из них были низкого качества, поэтому я детально изучил эту тематику. Помню, как студентом в Калифорнии с помощью подобных телескопов я изучал галактики. А позже я прочитал о возможности межзвёздного общения благодаря именно таким огромным радиотелескопам. И я тогда подумал, ведь можно использовать телескопы не только для изучения галактик, но и для поиска внеземных цивилизаций. И, конечно, после всех этих научно-фантастических фильмов идея показалась мне захватывающей. Если Шостаку и его коллегам повезёт, это станет величайшим событием в истории человечества, сравнимым с открытием Колумбом Америки, только на вселенском уровне. Эти люди убеждены в высокой вероятности контакта с внеземным разумом. Числа, которыми мы оперируем, огромны. Только в нашей галактике сотни миллиардов звёзд. И даже если вероятность того, что на одной из них зародилась разумная жизнь одна на миллион, всё равно это означает, что в нашей галактике могут существовать сотни тысяч других цивилизаций. Это диспетчерская. Здесь посменно работают астрономы из Института Сети. Сети расшифровывается как «Поиск внеземного разума». Уже долгие годы учёные пытаются засечь следы инопланетян. Вечером, когда солнечная радиация не создаёт помех сигналам из космоса, астрономы начинают свою охоту. Сначала налаживается связь с другим астрономом, который работает в институте, находящемся за 7 тысяч километров от Арисибо, в Англии, в Джодрилбэнк. Там перепроверяют данные, чтобы убедиться в том, что любой необычный сигнал, пойманный землянами, пришёл именно из космоса, а не откуда-нибудь из Пуэрто-Рико. Привет, Джодрилл. Это Сафет, Арисиба. Как у вас дела? Кен на месте? Мы можем воспользоваться телескопом? Значит, договорились? Отлично. Большое спасибо. Мы настраиваемся на первую звезду. Вот её положение на небе. А это своего рода графическое отображение положения стрелы телескопа. На то, чтобы передвинуть телескоп, потребуется несколько минут. Слышите гул моторов? Люди буквально сходят с ума, слушая этот звук всю ночь напролёт. Похоже, мы настроились на источник. Пора искать пришельцев. Радиоастрономы ведут поиски уже 40 лет. Самый интересный случай произошёл в 1977 году в Огайо. Импульс был настолько мощным, что дежурный записал в журнале «Вот это да». Но сигнал больше не повторился. И потому события посчитали незначительным. 25 лет спустя оборудование института Сети настолько усовершенствовалось, что шансы обнаружить сигнал, посланный инопланетянами, многократно возросли. Радиосигналы включают в себя также телевизионные и радарные сигналы. Технологии, обязательно используемые где-то ещё во Вселенной. Вы можете спросить, действительно ли радиосигналы наиболее эффективный способ передачи информации? Пока это так. С точки зрения стоимости одного бита информации и количества энергии, затрачиваемой для его отправки из одной звёздной системы в другую, радио вне конкуренции. Конечно, могут существовать более совершенные физические средства коммуникации. Вероятно, наш подход ошибочен изначально. Но, с другой стороны, можно было рекомендовать Колумбу забыть о его деревянных кораблях и подождать появление самолётов. Любой сигнал из космоса обозначится на мониторе вертикальной линии. Тот вид сигналов, за которым мы охотимся, сильно отличается от естественных шумов, производимых Вселенной. Там их хватает. И межзвёздные газы, и квазары, и пульсары производят радиошумы, которые распространяются по всей шкале. Например, у пульсара шум звучит так. Пш-пш-пш. Он то появляется, то исчезает. Но его всегда можно найти, независимо от частоты, на которую вы настроены. Подобный сигнал не будет исходить от развитой цивилизации. Если её представители захотят быть услышанными, они направят всю энергию на одну частоту, одну точку на шкале. Джилл Тартер, глава проекта «Арисибо», прообраз героини из фильма «Контакт». Ещё совсем молодым астрономом она заинтересовалась перспективами использования гигантских радиотелескопов. Стало ясно, что впервые у нас появились технологии для проведения эксперимента, с помощью которого мы сможем ответить на вопрос, тысячелетиями интересовавший человечество. Мне это показалось настолько заманчивым, что более интересной и важной работы для себя я и представить не могла. Можете вообразить, какие перемены произойдут с человечеством, если люди однажды поймут, что они лишь одни из многих, и что другие разумные существа колоссально, невообразимо отличаются от нас. Если в вашей жизни появляется такое измерение, то разница между людьми, чёрными и белыми, арабами и евреями, неожиданно становится крайне незначительной в космическом масштабе. В 21.00 на мониторе появилась вертикальная линия. Система обнаружила сигнал, который показался нам интересным. Возможно, это внеземной сигнал. Того же мнения и в Джодрил Бэнк. Другими словами, их телескоп, следящий в данный момент за нашей звездой, тоже обнаружил этот сигнал. Таким образом, есть вероятность того, что мы нашли то, что искали. Телескоп отводят в сторону от звезды для того, чтобы убедиться, что сигнал исходит именно от этого источника. Теперь телескоп снова наведён на звезду. Посмотрим, идёт ли оттуда сигнал. Если да, то у меня есть все основания для волнения. Минут через пять мы узнаем, действительно ли это серьёзно. Ждать недолго. Вы видите сигнал? Я не вижу. Это, конечно, печально, но на этот раз инопланетяне нам не позвонили. Ещё одну звезду можно вычеркнуть. Но список бесконечен. Только в нашей галактике, которая называется Млечный Путь, более двухсот миллиардов звёзд. За пределами Млечного Пути существуют миллиарды других галактик. Считается, что во Вселенной столько же звёзд, сколько песчинок на всех пляжах Земли вместе взятых. Астрономы Института Сети исследовали только пятьсот из них, причём достаточно поверхностно. Возможно, мы ничего не можем найти от того, что настроились не на ту частоту, или не в то время, или на неверном уровне чувствительности. Существует очень много причин для неудач. С другой стороны, успешный результат будет столь ошеломляющим, что стоит продолжать попытки. Гигантский радиотелескоп Варисибо — это самый большой глаз человечества, вглядывающийся во Вселенную. Поэтому по территории, которую он занимает, астрономам приходится передвигаться на машинах. Здесь, внизу, под телескопом, совершенно иной мир. Солнечный свет отфильтрован, и местные растения отличаются от тех, что снаружи. Кроме того, здесь повышенная влажность. Радиотелескоп расположен максимально близко к экватору, для того, чтобы астрономы могли охватить как можно больший участок неба. Высоко над джунглями, подобно космическому кораблю, парит ресивер — приемное устройство телескопа, которое усиливает сигналы, пойманные тарелкой. Телескоп Варисибо может улавливать сигналы на уровне военного радара. Поэтому инопланетянам, чтобы мы их услышали, придется создать мощный источник шума. Кроме того, любой сигнал необходимо выделить из какофонии фоновых шумов. В институте разработали новую радиотехнологию, предназначенную специально для поисков внеземной жизни. Этот контейнер полный приборов — первый реальный шанс добиться успеха. Этот контейнер мы используем вместе с телескопом. У нас здесь работают кондиционеры. Как вы понимаете, не для того, чтобы мне было приятно. Электроника любит прохладу. Именно здесь происходит основная работа. Все входящие радиошумы разбиваются на множество каналов. Мы не знаем, где на шкале находится внеземной сигнал. И тогда мы разбиваем входящие шумы на 56 миллионов каналов. Это основная функция всей этой электроники. Это как одно большое радио, совмещающее в себе 56 миллионов радиоприемников одновременно. Раньше об этом можно было только мечтать. Теперь не надо сидеть и сканировать каналы один за другим. Платформа приемного устройства, где закреплены ресиверы, весит более 900 тонн. Мы на самой верхней точке телескопа. Отсюда до Земли 170 метров. Отличная смотровая площадка. Вон там видно Карибское море. Там красивые горы. Но нас сюда привели не красоты природы, а размеры телескопа. Он в 10 раз крупнее своего ближайшего собрата. Размер имеет значение, потому что на Землю постоянно поступают радиоволны, и некоторые из них могут быть радиосигналами от других цивилизаций. Здесь был построен самый большой отражатель радиоволн. Он отражает радиоволны, посылает их наверх, примерно туда, где мы стоим. Тут они собираются усилителем и в виде сигнала отсылаются в диспетчерскую, где этот сигнал анализируется. Повернуть гигантскую тарелку способны 26 мощных двигателей. Назойливый шум денно и ночно преследует астрономов. Ранее программа Сетти проводилась под эгидой НАСА. Первоначальной задачей Института был поиск сигналов от тысячи звезд, подобных Солнцу. Но в 1993 году Конгресс Соединенных Штатов прекратил финансирование проекта НАСА. Тогда астрономы организовали новый проект, получивший название Феникс, финансируемый за счет пожертвований крупных компаний и астрономов-энтузиастов. Телевизионные и радиосигналы передаются со скоростью света. Сигналы первых телепередач 30-х годов удалились во Вселенную на расстояние 70 световых лет. Космическому кораблю для того, чтобы преодолеть такое расстояние, потребуется 800 тысяч лет. Таким образом, телевидение, радио и радары — единственные на сегодняшний день средства преодоления космических расстояний. Может быть, мы поймаем посланный нам сигнал инопланетян. Возможно, они находятся так близко, что уже получили сигналы наших первых телепередач. Такое возможно, но маловероятно. Даже если они очень далеко от нас, они все равно могли послать в нашу сторону сигнал. Допускаю, что они посылают такие сигналы на ближайшие тысячу или 10 тысяч звезд, проводя эксперимент, подобный нашему. От ближайших к Земле звезд радиосигнал идет 4 года, от более удаленных — десятки тысяч лет. Поэтому даже если контакт и будет установлен, радиолюбителям вряд ли удастся непринужденно поболтать. Однако этот факт не останавливает астрономов Института Сетти. Сегодня, читая книги, мы можем черпать знания посредством общения с древними греками, Шекспиром. Мы не можем задавать им вопросов, и тем не менее мы многому у них учимся. Похожая схема применима и к контактам между цивилизациями. Нам следует запастись терпением и взглянуть на эту проблему с другой точки зрения, как на общение не между индивидами, а между биологическими формами на протяжении гораздо более длительного периода времени. Ответы на вопросы не приходят на следующий день. Звезды во Вселенной различаются своим возрастом. Это туманность Орла, гигантский вихрь из газа и пыли. Здесь формируются новые звезды. На другой стороне временной шкалы находится скопление звезд М-80, состоящее из древних звезд, сформировавшихся, когда Млечный Путь был еще молод. Любой сигнал оттуда станет посланием из отдаленного будущего. Инопланетяне должны соответствовать нашему уровню технологического развития или уйти намного вперед. Они могут существенно опережать нас, ведь человечество изобрело радио всего сто лет назад. Для того, чтобы мы их услышали сегодня, они должны были начать передавать радиосигналы гораздо раньше. Значит, это очень древние цивилизации, которые изобрели радио и используют его в среднем десятки или сотни тысяч лет. Настолько же они должны быть совершеннее нас и в технологическом плане. В отличие от того, что мы видим в фантастических фильмах, пришельцы не будут одного уровня развития с нами. Мы можем их просто не понять. Важно и то, что для нас это будет первый контакт, верно? Но если в галактике существуют более древние и развитые цивилизации, то им это не в новинку. Они это уже делали, и неоднократно. Возможно, они знают, как и что нужно говорить, когда общаешься с технологически отсталой расой. Мы снова в диспетчерской. Ровно в час ночи появился новый любопытный сигнал. Сейчас мы смотрим на звезду под номером 5696, более известную под названием HD 214850AD. Другими словами, это двоюродная сестра Солнца. Она действительно очень похожа на Солнце, только удалена от нас на 107 световых лет. Если мы увидим сигнал на мониторе и окажется, что это всего лишь помехи, значит, это ложная тревога. Если нет, тогда есть надежда. Да, существует реальная возможность засечь внеземной сигнал. Если это произойдет, то, боюсь, психологически мы к этому будем не готовы. Я заметил, что когда в течение одного-двух часов мы принимали устойчивый сигнал, из тех, что впоследствии оказывали сложной тревогой, то я начинал ужасно нервничать, потому что я осознавал, что моя жизнь может измениться, и жизни всех людей, занимающихся этой проблемой, могут коренным образом измениться. И в этом случае мы уже никогда не вернемся к привычному для нас укладу. Мир станет другим, особенно для тех, кто здесь работает. С одной стороны, это захватывает, а с другой, немного пугает. Во всем мире люди, занимающиеся поиском внеземного разума, придерживаются своего рода соглашения. Это протокол, разъясняющий, что необходимо предпринять в случае установления сигнала. Есть и проект поправки к этому протоколу, где говорится, что нельзя отвечать на сигнал, не получив одобрения всех землян. То есть ООН. Если мы принимаем этот сигнал, то перед тем, как на него ответить, мы собираем всех и обсуждаем, что будем говорить. С этим трудно поспорить. Вроде все правильно. Но вряд ли из этого что-то получится. Любой, у кого есть спутниковая тарелка, может собрать свой передатчик и сказать все, что хочет. Что будет потом, во многом зависит от характера того, что мы обнаружим. Предположим, мы получили невероятно информационно насыщенный сигнал. Кто-то передает галактическую энциклопедию, понятную для нас, в силу того, что ее специально такой сделали. И наше представление о Вселенной мгновенно начинает меняться. Полученные таким образом знания не так безобидны, как кажется на первый взгляд. Представьте себе, профессор какого-нибудь университета всю жизнь работает над одним проектом, а затем неожиданно получает информацию от гораздо более развитой цивилизации. Открытие, на пороге которого он стоит, для этой цивилизации давно уже пройденный этап. И ему говорят, смотри, вот же решение. И у профессора в жизни больше не остается цели. Так же и все человечество может в какой-то мере почувствовать себя лишенным смысла существования. Мы не можем создать ничего нового. Мы так слабо развиты, что человеческая культура полностью потеряет свою ценность. Некоторые начинают обожествлять эти сигналы. Но это скоро пройдет, потому что люди уже знают, что они не единственные разумные существа во Вселенной. Хотя в какой-то мере мы все еще думаем иначе, несмотря на открытие Коперника. Вернемся в диспетчерскую. Получен новый интересный сигнал. Кажется, я вижу. Видите, вот здесь. Вот оно. Только гораздо более четко. Есть хорошая новость и плохая. Хорошая? Мы знаем, что это такое. Плохая? Это не инопланетяне. Сигнал входит и выходит через боковые лепестки антенны. Это присуще спутникам. Мы нашли пришельцев, но в данном случае это мы сами. Подобный эксперимент проводится уже 40 лет. Первый начался в 1960 году. До сих пор мы ничего не обнаружили. Имеет ли смысл отчаиваться? Или стоит, как говорит моя мама, найти себе нормальную работу? Я не отчаиваюсь. И думаю, все, кто работают над этим проектом, ко мне присоединятся. Потому что мы ищем то, что действительно очень тяжело обнаружить. И охота только начинается. Астрономы Института Сетти могут использовать телескоп Варисибо лишь один месяц в году. Через несколько лет у них появится свой телескоп. Гораздо меньший по размеру, но способный одновременно прослушивать множество звезд. Я недавно проанализировал наши шансы на успех с новым телескопом. И получается, что они весьма высоки. Думаю, что до 2020 года нам должно повезти. Ведь к тому моменту мы уже прослушаем от 1 до 10 миллионов ближайших звезд. Это очень много. И даже если самые пессимистичные прогнозы в отношении внеземных цивилизаций оправдаются, все равно остается надежда, что за этот срок мы все-таки что-нибудь обнаружим. Поэтому я остаюсь оптимистом, как и все, кто этим занимаются. Иначе мы давно бы бросили это занятие. Представьте себе гигантский, необъятный космический сток сена. В этом стогу мы пытаемся найти крошечную иголочку, свидетельство внеземного разума. На это может уйти очень много времени. Быть может, пройдет 400 или 4000 лет, прежде чем мы добьемся успеха. Но, несомненно, одно. Лишь при истечении этого времени мы сможем с горечью сказать, да, действительно, мы одни во Вселенной. Кроме нас там больше никого нет. Оператор и режиссер фильма «Дэвид Карр». Фильм подготовлен к показу и озвучен телекомпанией «Первый канал». Текст читали. Марина Тарасова, Всеволод Кузнецов, Никита Прозоровский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова